Уже набрало больше полмиллиона просмотров. Пай! Влаза аж слепит. Опа! Прямиком с Алиэкспресс. Сегодня у нас распаковка одной из самых нужных вещей для видеосъемки. Опа! Прямиком с Алиэкспресс. Как вы уже догадались, это свет. Свет бывает не только большим, как вот-вот-вот и вот, но бывает и маленьким, и очень нужным. Потому что прямого света никогда не хватает. У меня вот три лампы есть, два софтбокса, одна светодиодная лампа. Я уже ставлю и контрсвет, и задний план освещаю. Одну наперёд ставлю. Иногда бывает, когда объект съёмки, в частности у меня, это Макс, чуть лицо опустил, чуть-чуть подотвернулся. Я с камерой чуть-чуть повернул сюда, а свет уже только отсюда убьёт. Это уже не очень красиво получается. Вот для этого у нас вот такая вот маленькая коробочка есть. Ну что, посмотрим, что нам там китайцы запаковали. Так, это что у нас такое? Аккумулятор. Кстати, аккумулятор совместим с фотоаппаратами Canon. Так, это у нас, по идее, зарядка. Непонятные инструкции. И наша лампочка. Смотри, какая красота. Вот такая вот панелька классная. Специальная матрица здесь стоит, сеточная, что для неё не нужно ставить фильтр, чтобы он рассеивал свет. Она просто идеально его распределяет. Сборка просто офигенная. Ничего не люфтит, ничего не трещит нигде. Китайцы молодцы, постарались очень хорошо. Итак, что мы имеем? Включение, выключение. Можно подключать источник бесперебойного тока. Крепить наш штатив. Плюс есть фиксатор, видите, чтобы не проворачивалось. Также сюда можно крепить переходник, чтобы ставить горячий башмак сразу на фотоаппарат. Здесь у нас интенсивность регулируется. Заряд батареи. Нажимаем, регулируем температуру. Причём заряд батареи не сколько сам заряд показывает, сколько показывает время работы этой лампы. Потому что, видите, я мощность увеличиваю. Он показывает, что 50% только может работать. Уменьшаю. На такой мощности он может 100% ещё работать. Очень удобно. Когда он стоит на камере, можно регулировать поворот. Можно регулировать наклон. Вот сейчас мы посмотрим разницу съёмки с лампой этой и без этой лампы. Смотрите, какая шикарная картинка. Сейчас мы снимаем с лампой на минималках. 20% мощности всё у нас включено. Выключаем лампу. Бах! Какие тени у нас сразу пошли. Причём в этой комнате не темно. Сейчас работает обычное освещение. Плюс слева окно ещё открыто. И день у нас на улице. Теперь включаем лампу. Бах! Как красиво сразу становится. Вот так вот мы ещё можем менять температурный режим. Вот холодные 5600. И пошли в тёплую сторону. Тёплую, тёплую, тёплую. И тут уже перебор, конечно, у нас. Но мы сейчас до конца дойдём. Вот тут уже пожелтело. Мне нравится где-то 4900, 4800. Вот довольно-таки хорошо. Естественное лицо такое кажется. А по мощности здесь вообще зверь. Вот если добавлять мощность, то он вообще так вытаскивает. Пальше. Пальше. Мы берём лампу, переставляем. Вот пока снимаем Макса. Наперёд её ставим, чтобы его было видно. Сняли. Объект съёмки меняет положение. Лампу нужно переставить. Потому что всегда нужно спереди его хорошо засветить. Всё. Я отсюда его снимаю. Макс переходит на диван. Сниматься рядом с игрушками. Опять мы эту лампу должны перебегать. Хотя контур свет и свет, который освещает всю эту комнату, практически всегда одинаково стоит. Ну, иногда его только повернуть надо. А так, в принципе, его сильно часто менять не нужно. А вот этот передний план нужно всегда с вот этой лампой, с этими проводами, с этими соплями. Сидёт. Угу. Куча проблем. Макс перебегает, зацепляется за эти провода. Когда съёмка идёт целый день, на это тратится очень много ненужного времени, которое можно было потратить на съёмку, на продумывание сценария, на лучшую подготовку, на пересъёмку лучшей роли, когда человек лучше отыграет. Ну, в моём случае, ребёнок, конечно. Итак, что мы делаем с тратилампой? Мы её включаем, выкручиваем свет. Всё, у меня есть свет, который стоит на стенку. У меня есть свет, который я могу поднять вверх и засветить просто всю комнату. Очень хорошо. Потолок белый, а потолок очень хорошо отражает свет. Это довольно-таки хороший приём. Я снимаю себя отсюда. Человек полностью освещён. Плюс этот свет ещё убирает тени с под глаз. То есть, когда стоит свет, который сбоку или прямо стоит, его ещё нужно ниже, выше регулировать. Потому что, если стоя снимаем, значит, надо поднять свет. Снимаем сидя, свет надо опустить. А с этот всегда с фотоаппаратом. Фотоаппарат снизу снимается, соответственно, и свет снизу у нас идёт. То есть, никогда нет теней ни под глазами, ни от бровей не падает тень, ни от волос тоже. От волос тоже очень часто бывает, когда одну маму снимаем, с распущенными волосами. Волосы висят, свет стоит отсюда, всё, пол лица уже в тени у тебя находится. То есть, надо либо волосы закидывать, а часто во время съёмки ты это упускаешь, а потом на монтаже это смотришь. Ну, переснимать-то уже лень, честно говоря. И этот свет мы уже испытали. Мы уже с ним вчера сняли видео. Уже на канале, кстати. Уже набрало больше полмиллиона просмотров. Я думаю, когда вы будете смотреть, возможно, оно уже будет и миллионное. Что хочу сказать из практики. Очень мне понравилось, потому что всегда было засвеченное лицо, всегда не было теней. И самое большее, что удивило, это аккумулятор вот этой вот лампы. Потому что фотоаппарат вчера у меня полностью сел, а у него понизился заряд только на 10%. Жалко, конечно, что у него нет USB-выхода, чтобы подзаряжать фотоаппарат ещё от него. Было бы очень удобно, поскольку он там такой мощный аккумулятор. Но что есть, то есть. Лампа замечательная. Плюс эта лампа ещё подойдёт хорошо для съёмок на улице. Мы, конечно, ещё не испытывали. У нас солнечных дней пока нету. Дождик почему-то уже пятый день льёт. Но когда солнце, всегда вот здесь вот под глазами, вот эта проблема в солнечный день яркий, всё в тени. Фотографы используют отражатели. Они ставят отражатель снизу, экран, и он засвечивает это всё. И оно лицо как бы более-менее нормально. Ну, видеографы ещё не будут с отражателем, правильно, бегать. Вы же не будете на съёмки бегать. Хотя, конечно, можно вот такой под фотоаппарат-отражатель поставить, язык такой, и бегать с ним. Но это не очень удобно. Поэтому я думаю, что этот цвет это будет компенсировать. Но это ещё проверить. Надо, конечно... Кого заинтересовала эта лампа, то ссылку на неё я оставлю в описании. Переходите на Алиэкспресс, без полной недели доставка, и она у вас. Цена тоже небольшая, в районе 40 долларов, по-моему, она мне обошлась. Вместе с аккумулятором дополнительным и зарядным. Теперь пару слов о том свете, который мы используем. Который мы использовали ещё до вот этой лампы, и который мы будем использовать даже с этой лампой. Потому что она не решает проблему света глобально. Она просто помогает. Но свет дополнительный всё равно должен быть во время съёмки у вас. Поэтому мы используем вот такие вот софтбоксы у нас, два штучки. И вот такая вот лампа у нас замечательная есть. Которую мы покупали, конечно, нашей маме, чтобы ей удобно было краситься. Но, как оказалось, это самый замечательный свет, который есть только для съёмки. Во-первых, интенсивность регулируется. Во-вторых, температуру регулирует. Конечно, такие крайности нам не нужны. Но иногда в помещении, где синие стены, приходится немножечко зажалтеть, потому что очень холодное изображение становится. Но если вы собираетесь себе ещё докуплять свет, то только вот такие вот лампы покупайте. Не покупайте эти сонбоксы. Они очень плохо светят. Плюс не регулируют интенсивность. Плюс не добавишь немножко тёплой атмосферы. Поэтому мы будем добавлять только такие лампы. Вообще, в идеале, если вы снимаете в одной только комнате, то можно такие 4 лампы купить, на потолок поставить, если комната небольшая. Если небольшая, то, конечно, 6-8 ламп. И тогда у вас не будет ни этих светов, ни проводов. Но вот такой вот свет накамерный вам всё равно понадобится. Потому что даже если свет сверху падает, опять же эти тени, опять же тени от волос, от шапки, от каких-то масок. Это всё нужно чем-то перекрыть. Поэтому этот свет обязательно должен быть у вас. Сейчас я покажу вам, для чего я её ещё буду использовать. Вот так вот. И когда я снимаю перед монитором, как я монтирую, и сразу, чтобы было видно меня, можно поставить вот эту лампочку, и она будет освещать мне лицо. Поскольку сзади у меня стена, лампу-то неудобно такую большую, громоздкую поставить. Вот это будет просто супер. И лицо будет светлое. Ну а теперь стандартные лайки, подписка на канал. Пока-пока. До новых встреч.